МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самой актуальной информации в сфере недвижимости, архитектуры и градостроительства расскажем в программе «Квадратный метр». Этому 70-квартирному дому почти 40 лет. За эти годы он заметно потрепался от кровли до подвалов, от фасадов до внутренностей, окон, обшарпанных стен, электросетей. Но, как оказалось, все это можно исправить, починить и привести в почти первозданный вид, повысив комфорт проживания. Все, что для этого было нужно, быть неравнодушными, инициативными и активно включиться в управление общим имуществом и финансами самим его жителям. Этот дом был построен в 1981 году. Он был как бы кооперативным домом. Но, к сожалению, в годы 90-е, когда не стало отопления, не стали работать многие котельные, дом остался без отопления. И жильцы этого дома, в подвале этого дома установили два котла, которые работали. И, в общем-то, многие годы было хорошо. Тепло было, и обеспечение водой, и все. Но наступает, и, естественно, всему какое-то время приходит, что стареет. Дом, в конце концов, начал уже стареть. Внешний вид и внутренний. И внутренний вид в том, что в подвале отопления это стало небезопасно. Выход был только один – решать вопрос самостоятельно. И решение было таким – вновь подключиться к центральному отоплению. Конечно, много денег уходило на то, чтобы содержать эти котельные, уголь и так далее. Ну, в общем-то, провели мы собрание, выбрали актив этого дома, обратились в городской Акимат, получили разрешение, чтобы подключиться к центральной котельной. Нашли подрядчиков, все это мы делали сами, составляли договор, все-все-все. Ну и начали эту работу. Собирались с каждой семьи определенную сумму денег, определенная была, все было просчитано до копейки. И в течение четырех месяцев подрядчик, люди, мы, помогая, протянули трассу длиной один километр. Этот опыт объединения и совместного участия в решении общих проблем жильцам дома пригодился, ведь уже вскоре они стали участниками грантовой программы совместного проекта ПРООН и правительства Казахстана. В прошлом году программа развития ООН совместно с правительством Казахстана реализовала грантовую программу для поддержки участия собственников квартир в управлении и модернизации общего имущества квартирного жилого фонда. Всего было рассмотрено более 20 различных заявок и было одобрено в результате конкурсного отбора 12 таких проектов в городах Петропавловск, Павлодар, Астана, сейчас Нур-Султан, Адбасар и Шымкент. И вот тот проект, который мы реализовали в Ахватаре, это яркий пример именно типового проекта, реализованного по этой грантовой программе. ПРООН сотрудничает с представителями всех слоев общества и оказывает помощь в государственном строительстве стран с тем, чтобы они могли противостоять кризису, поощряя и поддерживая рост, ведущий к улучшению качества жизни каждого человека. Работая на местах в более чем 170 странах и территориях, ПРООН предлагает глобальное видение и локальные решения, содействующие более полноправной жизни людей и повышающие жизнестойкость государств. Домов претендентов на участие в грантовом конкурсе было много, но в большинстве своем они нуждались в текущем ремонте или замене и модернизации кровли, окон, систем отопления. А вот в этой пятиэтажке были заключены все эти проблемы сразу, и для жильцов этого дома грант стал настоящим спасением. Это обычный жилой пятиэтажный дом 1981 года постройки, в котором были проведены ремонтные работы по комплексному улучшению жилого дома. В результате был получен хороший пример того, как можно за небольшие средства, это было порядка 12 миллионов тенге, можно сказать, что этот проект очень успешный в плане повышения энергоэффективности этого дома, потому что сократились расходы населения, например, за общие домовые нужды, уменьшились теплопотери за счет изоляции ряда ограждающих конструкций, замены окон в подъездах, улучшения тамбуров, то есть дверей и так далее. Одним из условий проекта было софинансирование. Так, сложившись, жители за свои деньги отремонтировали кровлю. Вместе с тем была проведена работа по благоустройству прилегающей территории, и здесь собственники также внесли свой большой вклад. Когда мы выиграли грант, люди отнеслись, конечно, кто-то понимал, кто-то не понимал, что да, это просто так. А когда началась реальная работа, значит, подъехали, посмотрели, что будут делать, люди отнеслись очень хорошо. Кто мог, мы помогали, чем могли. Что нужно там помочь, что-то вынести, что-то делать. В общем-то, понятие сначала, я говорю, было сложено, а потом люди отнеслись с пониманием. Обновление дома позитивно отразилось и на настроении его жильцов, ведь от условий проживания зависит многое. Вот только их улучшение, как показал пилотный проект, во многом зависит от желания и усилий тех, кто его населяет. Хотя финансовая поддержка со стороны в этом случае и сыграла решающую роль. Сейчас жители довольны. Дом один из лучших, получил номинации на субботники выходим, убираем территорию уже сами. Ну, каким образом? Ну, конечно, эти же эксплуатационные деньги на содержание, мы еще продолжаем это делать, потому что всегда что-то нужно сделать. Нормально относятся и поддерживают то, что какие инициативы еще у нас идут. Прон, конечно, очень много сделал. То, что мы вырвали такой грант большой. Вот все это мы, это наружный вид, дальше балконы, окна пластиковых подъездов, освещение, камеры. Вот, теперь детская площадка, которая была сделана. Это все было сделано на средства. Значит, это сделал ПРООН. Акимат помог нам, значит, установить детскую площадку. Потом вот эти малые архитектурные фигуры, как говорится, это нам помог Акимат. Для участия в пилотном проекте нужно было соответствовать ряду критериев. Наличие инициативной группы жильцов, реальная потребность в ремонте и готовность Акиматов содействовать в решении возникающих вопросов. Основным критерием, который я уже сказал, было, конечно, согласие собственников. Потому что никому, вернее, не может быть навязан проект. То есть, если сами собственники этого желают, то они это и выполнят. И еще одним из особенностей этого проекта в Адбасаре было то, что здесь ключевую роль сыграла неправительственная организация. Это общественный фонд «Ангел», общественная организация, которая довольно известна в Адбасаре. И, конечно, мы, как грантодатели, были уверены в том, что эта организация справится с поставленной задачей, как идеолог всего проекта и вовремя сможет отчитаться по тем средствам, которые были выделены. Потому что у нас была строгая отчетность. И, в принципе, по результатам проекта мы видим, что деньги были освоены на 100%, они были освоены качественно. И теперь мы уже видим результаты этого пилота не только для этого дома, но и в целом для города. В результате выполнения капитального ремонта жилого дома, полностью подконтрольного собственником квартир, повысилась энергоэффективность дома, снизился риск возникновения пожара, улучшен его эстетический вид, ликвидированы потери электроэнергии, благоустроена придомовая территория, повысился тепловой комфорт проживания. Но один из самых важных эффектов от реализации проекта то, что состоялось вовлеченность жильцов многоквартирного дома в совместное управление общим имуществом, выросла их ответственность как эффективных собственников жилья. Самое главное, что все жители приняли активное участие в поддержке этого проекта. Скажем, мы настаивали на том, чтобы люди, собираясь, сами смогли выбрать подрядчика на выполнение работы, смогли выбрать цвет краски, смогли выбрать и согласовать то или иное техническое решение. Конечно, были специалисты, эксперты, которые советовали, но окончательное решение было за людьми. Там что производилось? Ремонт фасадной части, до этого они отремонтировали крышу, подъезды, поменяли всю электропроводку, щиты, вынесли все электросчетчики в подъезд, установили видеокамеры и, соответственно, привели дворовую территорию в соответствии с чистоте, порядке, поставили игровую площадку и также в подъезды заменили все на пластиковую. Этот проект был защитен для того, чтобы показать пример другим нашим жителям, чтобы они тоже могли совместно, дружно, одной семье провести друг в соответствии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова